В Москве назвали победителей национальной премии в области многоканального телевидения «Большая цифра». Среди лауреатов и телеканал просвещения. Коллективно и с поддержкой государства, особенности студенческого спорта в России, настоящее и будущее. Пабла по-русски в московских вузах открыли центры поддержки технического творчества. В Москве подведены итоги ушедшего телевизионного года. Завершились международная выставка и форум ССТБ-2013. В кульминации главного медийного события недели стала церемония награждения победителей национальной премии в области многоканального телевидения «Большая цифра». Кто сегодня на гребне цифровой волны, узнаем из следующего сюжета. Среди телекомпаний, представленных на выставке ССТБ, увереннее всего чувствуют себя не гиганты, а юнцы. Ритм 21 века оставляет все меньше времени на переключение каналов или ожидание любимой программы. Современный зритель ищет определенный контент. Кто-то голливудские фильмы, кто-то новинки фэшн-показов, а кто-то трансляции шахматных турниров. Занять определенную нишу в телеиндустрии – самый надежный способ найти своего зрителя. А потому в тренде узкоспециализированные или так называемые нишевые каналы. Некоторые из них таковыми себя не считают. Меньше чем за год канал набрал устойчивую аудиторию более чем 5 миллионов зрителей. Аудитория одной трансляции достигает более 500 тысяч человек. Поэтому вопрос о том, насколько этот канал может стать нишевым, если сравнить его с аудиторией в том числе федеральных кабельных каналов, это еще вопрос. Новая экспозиция ежегодной выставки – зона Multiscreen and Smart TV. Умное телевидение скоро войдет в каждый дом, уверены эксперты. Способ доставки контента по IP-сетям с каждым годом становится все популярнее. Стоимость такого оборудования сравнима с пакетом кабельного телевидения. При этом вы можете поставить на паузу, например, наши новости, и отложить в просмотр. Усовершенствуются не только сами технологии, которые касаются доставки контента, усовершенствуются сети, полоса пропускания растет, протоколы совершенствуются для того, чтобы передавать видео и звук, но и кодеки и форматы видео и звука тоже совершенствуются, позволяют их сжать больше при большем разрешении картинки. По завершении форума участники выставки встретились на церемонии вручения национальной премии «Большая цифра» – лучшие документальные, развлекательные, спортивные, детские каналы. Ежегодная премия «Большая цифра» вручается в четырех категориях. Компания-оператор, оборудование и технологии для цифрового телерадиовещания, зарубежное ТВ в России и новое российское ТВ. А вот в области образовательного телевидения в России конкуренция без преувеличения отсутствует. Подтверждения тому на «Большой цифре» нет подходящей для просветительского канала номинации. Национальный образовательный телеканал «Просвещение» получил от Оргкомитета специальный приз за создание цикла оригинальных телепрограмм о высшем образовании в России. Сегодня, можно сказать, что исполнилось 20 лет, как программа «Большая школа» вышла в эфир на российском телевидении российские университеты. Можно считать, что этот год как раз юбилейный. Поэтому, тем более, очень приятно получить этот приз от мною уважаемого собрания. Моё личное, как бы сказать, зрительское голосование было за него. Канал народой, нужный, развивающийся, интересный. Делают его неравнодушные люди, я думаю, что он будет очень в порядке. Положение незавидное, в силу известных причин, главное – денежное. Всё телевидение коммерческое у нас в стране, как правило. Как ни крути, да? Мир больших денег. В этот центр пока они не идут. Значит, нужны меценаты, спонсоры, какие-то хорошие заказчики программ, контента. Наверное, пока многие ещё спят, но проснутся. Пишевые каналы перестали быть каналами второго сорта. Они стали себя чувствовать равными каналами, и они оттаскивают зрителя. И это будет происходить всё сильнее и сильнее. С каждым годом номинаций на национальную премию «Большая цифра» становится всё больше. Возможно, в будущем список пополнит и лучший образовательный канал. Тогда мы сможем узнать, есть ли у нас на этом поле конкуренты. Александра Стрельникова, Илья Титов, Наталья Ершова, телеканал «Просвещение». Тонкости нового закона об образовании обсудили на площадке РИА Новости. Здесь состоялась встреча журналистов и председателя Комитета Государственной Думы по образованию Александра Дегтярёва. Темой для дискуссии стала государственная политика в сфере законотворчества. Ряд поправок вызвал длительное обсуждение, а именно исключение понятия начального профессионального образования из закона. По мнению Александра Дегтярёва, статус ПТУ отвратила молодых людей от рабочих профессий. Подготовка рабочих кадров становится первым уровнем среднего профессионального образования. Повышается статус самого аттестата, который дети будут получать. Теперь им будет не стыдно заканчивать это учебное заведение и идти в рабочие. Помимо профессионального сообщества, контролировать качество образования будет гражданское общество. Но для эффективной работы общественных институтов необходимо расшифровывать законотворческое послание, отметили журналисты. Пояснительные брошюры уже созданы. Новый закон в кратком изложении адресует каждой социальной группе. Есть права и обязанности педагогических работников, права и обязанности родителей школьников, есть права и обязанности самих школьников, студентов и так далее. Отдельно внимание на пресс-конференцию уделили социальным гарантиям студентов. Согласно новому закону, размер оплаты за общежитие будет определять учебное заведение. Способ контроля за такими решениями пока на стадии разработки. В инженеры со школьной скамьи департамент образования реализует практические программы для будущих ученых. О них удалось узнать на конференции в МГТУ «Станкин». Это нанотехнологии, биомедицина и энергетика. Программы воплотят в жизнь в центрах технологической поддержки образования ведущих технических и гуманитарных вузов Москвы. Среди университетов МГТУ «Станкин», РГГУ, МФТИ и МИЭД. Об одной из таких лабораторий мы уже рассказывали в эфире нашего канала. Это ФАБЛАП – совместный проект НИТУ и НИСИС и Массачусетского технологического университета. В лаборатории ученики школ и студенты могут своими руками разобраться в сложных гаджетах и технологиях. На их работу удалось посмотреть и в интерактивном режиме. Программа, в которой можно создавать соответствующие модели. Ну, например, модель, вот я не знаю, здесь может быть даже видно, где-то мы ставили модель ящерицы. Есть такой урок просто по методичке, да. Вот на самом деле здесь яркий пример. Сейчас подобных лабораторий в московских вузах 13. Только столичными университетами инициаторы проекта не ограничатся. Предполагается, что подобные центры будут созданы и в регионах. Новые территории для образовательного процесса, стратегию развития Алтайского государственного университета обсудили в ходе ученого совета. Началось заседание с поздравления именинников. Самому старшему исполнилось 99 лет. Анатолий Шестаков, преподаватель и фронтовик, видел рождение вуза, а теперь следит за его развитием. Преподаватель зачитал отчет о работе университета за 1973 год. Всего в вузе обучался 301 человек. 73% студента получали стипендию. В 2013 году стипендию будут определять члены конкурсной комиссии, сформированные по каждому направлению. Анкеты студентов будут изучать детально, что позволит сделать конкурс более открытым. Также университет ждет инфраструктурное обновление. На новом земельном участке университета начнется строительство учебной базы практик. В России возрождают интерес к спорту вообще и к студенческому в частности. Поворотным моментом может стать создание Ассоциации студенческих спортивных клубов. Попечительский совет этой организации пообещал возглавить президент России Владимир Путин. На данный момент в стране уже существует немало студенческих спортивных организаций и клубов. Как они смогут взаимодействовать с будущей Ассоциацией и как сейчас развивается спорт в университетах, рассказывает Ольга Афонина. Что такое спортивные клубы в МАИ знают не понаслышке. В СССР первый студенческий спортивный клуб открылся именно здесь. Сейчас студенты-футболисты из МАИ тренируются зимой и летом. Ведь они играют не в большой, а в мини-футбол. И уже добились высоких результатов. Мы стали победителями Московской универсиады. Мы заняли второе место в высшей лиге первенства вузов по мини-футболу. Мы победители московского этапа всероссийского проекта мини-футбол вузы. В мини-футбол в авиационном институте играют не только юноши, но и девушки. Работают и другие секции, такие как, например, каратэ. Он у нас учет! Он у нас учет! Он у нас учет! Недостатков в секциях и клубах нет. Но иногда нет их поддержки. Любитель другого восточного единоборства президент Владимир Путин пообещал упорядочить спортивные секции в университетах и создать ассоциацию студенческих спортивных клубов. Президент вспомнил, что в советское время спортивные клубы объединяло общество «Буревестник». После распада СССР преемником «Буревестника» стал Российский студенческий спортивный союз. Но последний скорее занимался организацией системы студенческого спорта в России и развитием международного сотрудничества в данной области. Ближайшим крупным событием в этом смысле будет универсиада в Казани. А пока в спортивном союзе к ней готовятся, студенты сами придумывают новые виды спорта. Так в университете имени Плеханова возникла идея создать и запатентовать так называемый студенческий силовой кросс. Мы уже выступали с презентацией этого вида спорта в рамках фразного дня города Сочи. Покорили город, есть команда. В кроссе этом бежать никуда не надо. Надо тяжести поднимать. Только вместо штанги колеса от самосвала и тяжелые мешки. А вместо гель – металлическая цепь. Именно с этой цепочкой на шее только что отжимался наш герой. Кажется, что это просто. На самом деле не каждому это спортиво. Она очень тяжелая. И уже совсем сложно поверить в то, что кто-то может поднять вот это колесо весом в 250 килограмм. В то время, когда в него очень легко можно спрятаться. Большего доказательства не нужно. Таких студенческих инициатив по всей России очень много. Новая ассоциация, которую хочет создать президент, должна объединить все эти идеи и студентов-спортсменов. А вот идея ассоциации, в управлении которой будут студенты, совсем не нова. Похожая принадлежит активистам из РГГУ и Московского государственного университета электронной техники. В 2011 году они создали ассоциацию студенческого и молодежного спорта. Такой поддержки и таких ресурсов, которые будут предоставлены на новая ассоциация, у нас, конечно, не было. Но мы сейчас и входим в рабочую группу администрации президента, и также участвуем активно в создании, в идее, в том числе, этой ассоциации, которая создается. Предполагается, что ассоциацию студенческих спортивных клубов должны возглавить сами студенты. Она поможет привлечь финансирование в спортивные клубы университетов. А по обещанию президента, студенты-спортсмены, наконец, станут получать повышенную стипендию. Ольга Афонина, Данил Свидерский, телеканал «Просвещение». Страна готовится к важнейшим спортивным событиям. Первые договоры с Оркомитетом Сочи 2014 заключили волонтеры Кубанского государственного университета. Отбор прошли 300 студентов. Ребята стали передовиками волонтерского движения. По всей стране заключительное обучение начнется в марте. Чему обучали волонтеров на заключительном этапе, расскажет директор волонтерского центра Кубанского государственного университета Екатерина Ишкова. Обучение проходило два с половиной дня. Первый день – это был вводный общий тренинг в актовом зале, в рамках которого волонтерам было рассказано очень многое о организационной структуре игр, вообще информация об истории олимпийских и паралимпийских игр. А во второй и третий день они уже работали в малых группах, и они больше уже отрабатывали навыки работы в команде. Перед спортивной зимой 2014 будет осень 2013-го, когда в столицу Татарстана съедутся студенты, чтобы принять участие в универсиаде. Президент Владимир Путин назвал это событие «олимпийской прелюдией». Генеральный секретарь Международной федерации студенческого спорта Эрик Сайнтрот отметил высокий уровень подготовки Казанской универсиады по сравнению с предыдущей в китайском городе Шанчжене. В Казани уже почти все спортивные объекты готовы к большому спортивному празднику. Осталось достроить стадион на 45 тысяч мест и дворец водных видов спорта. Репетиции универсиады начнутся в начале лета. Организаторы проверят, насколько слажены работы спортивные объекты и как быстро можно доставить 13 тысяч участников из деревни универсиады до стадиона на Чистопольской. Первые глобальные учения назначены на 8 июня. Тренировки займут 4 дня. Одной из проблем современного спорта специалисты считают недостаток профессиональных руководителей. Спортом управляют либо спортсмены, не обладающие управленческими знаниями, либо управленцы, знающие о спорте недостаточно. Одним из первых в стране эту задачу стал решать факультет физической культуры и спорта Нижегородского государственного университета. И пока Сочи и Казань готовятся принять масштабные спортивные события, здесь куются кадры. Для управления спортом, для Олимпийских игр, универсиады и, наверное, самое важное – для работы в школах. На этом факультете преподают точные науки, учат побеждать, зарабатывать деньги, ценить свое и чужое здоровье, а значит и здоровый дух. Словом, воспитывают универсальных личностей. Во всяком случае, стремятся к этому. Мы с вами на факультете физической культуры и спорта Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. По направлению физической культуры, по профилю менеджмент в сфере физической культуры и спорта наши студенты изучают более 10 экономических дисциплин. Это экономика в спорте, это менеджмент в спорте, это маркетинг в спорте, это внешнеэкономическая деятельность в спорте, финансы и кредит в сфере физической культуры и спорта, бывал физический учет и аудит в сфере физической культуры и спорта. Причем читают преподаватели, которые тесно связаны со спортом. Ребята на протяжении всего обучения, начиная уже с первого курса, проходят судейскую практику. Также они нам помогают в организации соревнований, работают волонтерами. На нашем факультете есть такие предметы, как дайвинг, подводное плавание, парашютный спорт, дельтапланиризм. Мы изучаем не только технику безопасности по данным предметам, но у нас есть возможность прийти, посмотреть и, соответственно, поучаствовать. В сегодняшней России, которая активно готовится к Всемирной универсиаде в Казани, к зимним Олимпийским играм и Чемпионату мира по футболу, как никогда нужны и первоклассные менеджеры, и обученные волонтеры. Но ведь и спортсмены нужны. Как и где их искать? В каком возрасте лучше всего начать заниматься гимнастикой, а в каком – футболом или легкой атлетикой? Оказывается, есть специальная дисциплина, которую студенты активно изучают – это спортивная метрология. Когда приходит группа маленьких детей, если это отбор лучших из, например, 50 или 100 детей, то нужно знать какие-то тесты, приемы, чтобы определить по нужным качествам, по физическим способностям и потенциал, что действительно эти дети смогут реализовать себя именно в этом виде спорта. Этим занимается спортивная метрология. Многие думают, что спорт воспитывает характер. Если бы. Спорт его лишь выявляет. Об этом знают не только выдающиеся тренеры, но и те, кто занимается с малышами. Нет характера – не будет и побед, даже при наличии таланта. Плюс знание психологии. За последние пять лет у нас появилось два новых кандидата психологических наук. Не педагогических, а именно психологических. Вопросы психологии необходимы и тренеру, и спортсмену. Знать, как настраивать себя перед стартом, как учиться поддержать. То есть без психологии – это невозможно. Я занимаюсь сейчас преимущественно экономическими вопросами. И этот вопрос касается экономической эффективности проведения чемпионатов мира по футболу. К тому, если она ясна. Чемпионат пройдет в 2018 году в России. И очень важно понять, какой эффект окажется на экономику страны. Уже более 250 выпускников факультета физической культуры и спорта работают менеджерами спортивных клубов, тренерами в детских и подростковых секциях, чиновниками во властных структурах. Фоки, которых в России, и в частности в области, становится все больше и больше, тоже нуждаются в грамотных специалистах с университетским дипломом. Подробная информация о проходном Балене в факультете физической культуры и спорта и о правилах поступления вы можете найти на сайте Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Московский планетарий подготовил подарок для поклонников творчества «Пингфлойд». Его посетители смогли стать участниками музыкального космического спектакля. В просторы Вселенной погрузилась и наша съемочная группа. В реалии о городской жизни звезды едва ли можно увидеть. Такой шанс предоставляет московский планетарий. Здесь звезды можно услышать. Впервые здесь представит полнокупольное шоу под композицией «Пингфлойд». Такое событие вызвало ажиотаж среди посетителей планетария. Билеты были раскуплены в первый день начала продаж. Если звуковая картина Вселенной зрителям была известна по альбому «Темная сторона Луны», то визуальный ряд оставался загадкой. Известно лишь было то, что купол-экран является самым большим в Европе. Настроение Вселенной на нем отображали графические образы. После просмотра поклонники «Пингфлойд» заверили, что следующие два шоу тоже посетят. «Виш Ю Бо Хе» пройдет 23 февраля. Правда, билеты на него уже проданы. Но не только такие шоу пользуются популярностью. Цикл вечерних лекций «Трибуна ученого» традиционно собирает полный зал, рассказывают организаторы. Посетителей таких мероприятий называют «золотым запасом». Такой контингент среднего возраста, людей более старшего возраста. Очень публика такая интеллектуальная. Это видно не только по лицам, но это становится очевидно, когда они в конце задают вопросы. Вот очень интересные вопросы по теме лекции. И становится понятно, что эти люди не просто так пришли. Трибуна ученого впервые появилась в 70-х, когда в обществе был особенный интерес к научным знаниям. И лекторы, выступавшие в планетарии, могли быть первоисточниками информации. Все возвращается на круги своя. И научные лекции становятся так же привлекательны, как творчество известных музыкантов. Наталья Иршова, Илья Титов, телеканал «Просвещение». Будущее телевидение, спортивное, настоящее и новые проекты российских вузов. Таким мы увидели наше время. Желаю вам хороших выходных. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин